На летнюю спартакиаду государственного предприятия «Мособлгаз» приехали все 12 территориальных филиалов и команда сотрудников главного управления. Соревнование открыл внушительный парад участников, завершившийся зажжением символического факела. Очень приятно видеть такое огромное количество сотрудников центрального аппарата и всех филиалов компании «Мособлгаз» здесь у нас. Очень приятно, что все вы выбрали здоровый образ жизни и приехали на спартакиаду. Мы знаем компанию «Мособлгаз» как очень ответственного и мега надежного партнера. А сегодня мы видим, как руководство компании исключительно внимательно относится к вашему здоровью и командному духу компании. Помимо очевидной пользы для здоровья, спартакиада является и отличной площадкой, на которой сотрудники огромного восьмитысячного коллектива могут пообщаться, а иногда и просто познакомиться друг с другом. Как говорится, в здоровом теле – здоровый корпоративный дух. Сегодня для того, чтобы успешно работать, ты должен иметь не только хорошее здоровье, ты должен иметь еще и победный дух, соревновательный дух. Ты должен жить и уметь выживать в конкурентной среде. И спорт – прекрасное занятие для того, чтобы и себя показать, и с коллегами посоревноваться. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Легкоатлетический кросс, волейбол, семейные эстафета, настольный теннис, армрестлинг и дартс. Помимо этого, желающие имели возможность в рамках спартакиады сдать нормы ГТО. Я знаю, что вот это мероприятие, оно практически на весь день. То есть люди будут заниматься собой, своим здоровьем, немножко проверить свои силы, каждый на своем уровне, практически во всех, во всех апостасях. Поэтому я хочу им пожелать только побольше веры в себя, хорошего настроения. Несмотря на то, что на спартакиаде действовал олимпийский принцип «главное не победа, а участие», борьба на всех площадках шла нешуточная. В итоге общекомандное первое место занял Подольск-Межрайгаз. Второе и третье места достались филиалам из Ногинска и Балашихи. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.